Приветствую вас, дорогая Церковь, дорогие гости! Тема моей проповеди сегодня «Господь призывает к себе». Когда Иисус Христос начал Своё служение, Он избрал Себе 12 учеников. Впоследствии они назывались апостолами. Те люди, которые читают Библию, которые уже прочитали Новый Завет, книгу «Деяния святых апостолов», вы сможете нарисовать портрет апостола. Если я предложу вам и скажу, давайте нарисуем, опишите, какими вы представляете себя апостолами, дайте характеристики этих людей. Мы можем нарисовать такой портрет. Они избранные. Господь избрал. Было личное приглашение следовать за Иисусом Христом для каждого из 12. Они претерпевшие. Многие из них были гонимы, убиты. Многие из них много пострадали, неся Евангелие в мир. Многопослужившие. Они очень много сделали для Евангелия, для распространения, послужили людям, распространяли Евангелие. Они счастливые очевидцы. Это те люди, которым удалось, которые видели Иисуса Христа воочию, могли Его ощущать, видеть Его, слышать в реальном времени. Это люди, которые чудотворцы. Через них Господь делал чудеса. Происходили исцеления. Это люди, обладатели духовных даров. Учителя, пасторы, благовестники, евангелисты. Это люди, которые были авторами книг Священного Писания. Это столпы веры. Когда мы нарисовали такой портрет этих людей, я думаю, вы будете согласны, что эти характеристики можно описать апостолов этими характеристиками. Где вы поставите себя рядом с ними? Когда, если вы видите весь этот список, где вы можете поставить себя? Наверное, мало найдется тех людей, которые бы сказали, поставили запятую после этого списка и поставили свое имя. Сказали бы, это недостижимая высота. Это особые люди. Можно ли сказать, что это особенные люди? В Божьем плане, да. Они были избраны, чтобы быть первыми последователями Христа, чтобы через них мир узнал Евангелие, чтобы на них первых сошел Дух Святой, чтобы через них было положено основание Церкви, и даже на основании стен города Нового Иерусалима будут имена 12 апостолов. Откровение 21.14. Когда мы посмотрим и мы думаем, наверное, мы такие, по сравнению с ними, незначительные люди. Кто мы и какая высота у них? Но так ли это? Показывает ли нам Господь апостолов такими? Ставит ли Он их выше других? Лучше? Святее? Нет. Наоборот, в Новом Завете открыты нам люди, такие, как и мы. Мы одинаково грешны, мы одинаково испорчены, мы одинаково нуждаемся в Боге, в спасении, в прощении, в искуплении, мы одинаково наследуем вечную жизнь, мы одинаково во Иисусе Христе обладаем духовными дарами и благословениями. Поэтому Евангелие открывает нам апостолов такими, какие они были в реальной жизни, не такими, которыми мы нарисуем их портрет, а Господь хочет показать, какие они были люди, как они спорили, как они превозносились друг над другом, как они искали первенство, как они не верили, как они сомневались, как отрекались, как просили прощения и как каялись. И сейчас я хочу предложить один из отрывков Писания, где Иисус показывает начало, начало, когда Он призывает апостолов, какими они были. Если мы посмотрели портрет, это итог, какое было начало. Мы читаем Евангелие от Иоанна, первая глава, 43 стиха. Иоанна, первая глава, 43 стиха. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В этом отрывке мы прочитали, как Нафанаил сомневался. И встреча двух друзей. Первого Иисус позвал Филиппа. И когда Филипп уже встретился с Иисусом Христом, обрел веру, он увидел, что Иисус Христос – это обещанный Мессия, он хочет сразу поделиться с другом. И он находит друга. Находит друга Нафанаила и приводит ему, хочет его заинтересовать. И он приводит ему весткий аргумент, чтобы преподнести ему такую радостную весть. Он говорит, «Нафанаил, я нашел того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Видать, эти два друга, они хорошо знали Ветхий Завет. О чем написано в Ветхом Завете? Второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Это он говорит. О чем писал Моисей? Это он возвещал об Иисусе Христе. Пророки писали, Михей, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Еще можно множество текстов найти в пророчествах, которые говорили о приходе Иисуса Христа. И вот Филипп хочет заинтересовать друга, он ему приводит, говорит, о том, о чем мы знаем, что написано было в законе Моисея, о чем Моисей говорил, о чем пророки говорили. Того, кого мы ждем, Мессию, я его нашел. Он из Назарета. Для Нафанаила это был абсолютно невестский аргумент. В Ветхом Завете ничего не сказано было о городе Назарете. Евреи знали, кто изучал Писание, они знали, что Христос должен прийти из Вифлеема, из рода Давидова. И в то время, во времена Иисуса Христа в Назарете, люди, которые жили в Назарете, их презирали. Нет конкретных фактов, почему, но эти люди считались как бы ниже уровнем. И Нафанаил, зная это, искренне ему говорит, что может быть доброго из Назарета. Какие ты мне предоставляешь аргументы веские, чтобы я тебе поверил. Как часто людям нужны сегодня аргументы, чтобы их вера обрела основание. Когда мы им говорим о Христе, они ищут аргументов. Заинтересуй, докажи, приведи какие-то веские причины, почему я должен тебе верить. Точно так же и Нафанаил. Он как-то, сразу реакция у него, что может быть доброго из Назарета. У Филиппа на самом деле не было никаких особых аргументов. Он просто пережил встречу с Господом. Вы знаете, наверное, каждый ощущал это, когда вы обрели спасение, когда получили свободу, прощение грехов, хочется рассказать другим. У вас была встреча с Господом, вы хотите сразу передать ее друзьям, родственникам, те, кто еще этого не обрели. Точно так же и Филипп. Он уже встретил Господа. Ему не нужно было ничего доказывать. У него произошла встреча. И теперь он хочет друга привести. И он говорит, нет у него аргументов, да, веско, из Назарета может ли быть что-то доброе. Что я могу в ответ сказать? Пойди и посмотри. Пусть у тебя будет эта встреча с Иисусом Христом личная. Единственное верное убеждение, которое он мог найти, это сказать ему, пойди и посмотри. Сам встретиться лично с Господом. У тебя есть возможность лично встретиться с Иисусом. Нафанаил согласился. Что терять? Это друг. Это друг, который хочет лучшего. Мессию, конечно же, все ждали. И он пошел. И вот он идет, мы прочитали также из отрывка, подходит он к Иисусу. И Иисус об этом человеке на Фанаиле говорит. Это подлинно, то есть достоверно. Израильтянин, в котором нет лукавства. Лукавый человек это хитрый, это коварный. Каждый из нас, если встречается с таким человеком, очень неприятно. Когда вы знаете, что у человека такой характер, когда человек по жизни себя ведет, так с ним не хочется иметь никакого дела. Нафанаил был не таким. Иисус дает точную оценку. Он говорит, это искренний человек, в котором нет лукавства, настоящий израильтянин. у него были сомнения насчет Иисуса. Он сомневался. Действительно ли Филипп говорит ему точно, что это Мессия? Он точно не сомневался, что в Назарете живут люди негодные. Он это сказал. Иисус видел его чистые мотивы. Он видел его чистое сердце. Он дал ему оценку. Говорит, нет в нем лукавства. Человек искренний. Псалом 17, 17-й, 26-й стих. Псалмопевец пишет. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Запомните, братья и сестры, друзья, если вы ищете Бога искренно, Бог вам обязательно откроется. Нафанаил удивляется такому вопросу, не такому вопросу, тому, что Иисус о нем сказал. Думает, откуда Христос это знает? Видимо, тот факт, что Нафанаил сидел под смоковницей до того, как еще к нему пришел Филипп, может быть, его никто не видел. Может быть, он один там сидел, и он знал, что из людей его никто не видел, и никто не знает, что он там сидел. Может быть, в тот момент, когда он сидел под смоковницей, у него были особые рассуждения в своем разуме, которые видел Господь. И вот, когда Господь ему сказал, еще до того, как тебя позвал, Филипп, я тебя уже видел под смоковницей, это был решающий для него момент. Никто не знал, что происходило под смоковницей, никто не знает, что было у него в сердце, и Иисус знает. В тот момент я видел тебя под смоковницей. Да, это наше рассуждение, мы не знаем, что там происходило, но мы ясно видим, что каждому человеку у Бога свой подход. Бог знает наши мысли, Он знает, в чем мы нуждаемся, что нас волнует, Он каждому так говорит, что мы понимаем. Когда бывает проповедник проповедует, а человек в зале слушает, точно про меня говорит, точно ко мне говорит, хотя мы не знаем всех, и мы не знаем, кому говорить, мы передаем Писание, Дух Святой работает. Господь видел тебя, где ты был, друг, под смоковницей, или под машиной, или может быть под пулями, или может быть еще где-то, или может быть не в пристойном месте ты был, Господь был там, и Господь тебя видел уже до того, как ты пришел сегодня на собрание, как Господь видел Нафанаила. Нужно ли было Христу что-то еще доказывать Нафанаилу? Нужно было ли цитировать тексты Ветхого Завета? Ведь в других моментах нужно было. Вспомните, когда Иисус Христос воскрес, ученики ослабели в вере, два ученика шли по дороге в Имаус. Им явился Иисус. Что Он им сказал? Он начал цитировать им Писание, начиная от Моисея, пророков, цитировал, укреплял их веру, через тексты Писания подвел их к Иисусу Христу. В данный момент Христос этого не сделал. Он коснулся сердца, Он сказал, Нафанаил, вот там под смоковницей, я уже был с тобой, я тебя видел. Этого было достаточно, чтобы все сомнения улетучились. Этого было достаточно Нафанаилу, чтобы принять Иисуса Христа, поверить. Он признает его, и мы читали, он говорит, учитель, да, Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус ему так и говорит, ты поверил, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей. Ты поверил, когда ты понял, что я тебя уже видел раньше. Это не первая встреча, я тебя знал еще раньше. Писание говорит, что Господь знал нас еще от зачатия. Господь знал, братья и сестры, до сегодняшнего дня, где мы были и что мы испытываем. И Господь хочет этой встречи. У Нафанаила произошла встреча. Филипп сделал свою работу, благовестие. Он призвал друга, и у друга произошла встреча с Иисусом Христом. Сегодня Иисус Христос хочет встречиться с каждым из нас, чтобы произошла вот эта встреча. Так и Иисус завоевывает сердца людей. Когда по-настоящему человек приходит искренне, ища Господа, и происходит эта встреча со Христом, тогда улетучиваются все сомнения. Мы начинали рассуждения с того, что мы видели общую картину апостолов. Мы увидели сейчас, как Господь их призвал, и мы знаем, что в итоге в их жизни произошло. Посмотрите на свою жизнь, тот отрезок времени, который вы уже прожили, и посмотрите, определите, где вы уже встречались с Господом, где в вашей жизни уже были эти встречи. ведь каждый христианин знает, когда и где Господь с ним уже встречался, чтобы наши сомнения улетучились. Сегодня, может быть, кто-то сомневается, сегодня кто-то проходит какие-то особые тяжелые ситуации в жизни, где думает, со мной ли сейчас Господь, а не оставил ли меня Господь. Посмотрите теперь вы на свою жизнь и определите эти места, встречи, где Господь говорил, я там был с тобой, я тебя видел уже прежде, прежде сегодняшнего дня. Чтобы это укрепило нас, чтобы все сомнения улетучились. Дорогой друг, кто еще не встретился с Господом, сегодня Господь тебе говорит, я тебя уже видел до того, как ты пришел на собрание, и я жду, жду от тебя отклика, я хочу этой встречи. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Помолимся.